Мы рады вам представить два новых гибрида перца, это Люмос и Екла. Они, в принципе, довольно похожи между собой. Есть некоторые отличия, да, во-первых, по цвету, немножко по растениям, сейчас вам расскажу. Значит, что хотелось бы сразу отметить, то, что оба эти гибрида, они предназначены для выращивания, в первую очередь, в закрытом грунте. Но также могут выращиваться и в открытом грунте, но, как показал опыт, и этого года, и прошлых годов испытаний, то есть лучше, когда вы делаете им какую-то опору. То есть идет какая-то натяжка сбоку, которая будет потом поддерживать растение, чтобы оно не заваливалось. Потому что если говорить о Люмосе, данный гибрид, в принципе, у него есть потенциал закладки кистей до 15-20 кистей при условии выращивания в закрытом грунте. Видите, он может вырастать вот до таких вот размеров, расти и плодоносить, в принципе, долгое время. Вы можете его там сильно не формировать. Ну вот, да, есть растение, видите, практически в каждой пазухе, вот, у него по перцу довольно серьезная нагрузка, вот, снизу, и в дальнейшем, вот, уже плодик есть, тут дальше формируются плоды, и в дальнейшем он будет расти и плодоносить еще долгое время. Вот, единственное, то, что я сказал, да, когда отсюда мы снимаем, и вот нагрузка переходит на более высокий ярус, оно начинает наклоняться, и потом есть опасность того, что плоды могут припекаться. Но, видим, если посмотрим на само растение даже здесь, при, в принципе, вот, видите, хорошей нагрузке снизу, да, растение довольно компактное, хороший листовой аппарат, оно в массе, в принципе, своей, хорошо укрывает все плоды, поэтому минимальный есть процент подгоревших плодов. Если говорить о самой екле, она немножко послабеет тому растение, более открытой, да, здесь будет более критично то, чтобы вы его держали в кучке. Вот, в этом году, вот, Саше тоже постарались, чтобы он был, как бы, ленточным способом посажен, думали, что он будет друг дружку держать, но тоже немножко не получилось, поэтому здесь есть... Чуть-чуть, да, вот, больше, чуть-чуть есть процент подпаленных плодов. Но даже при этом всем, если там посчитать урожайность, то есть там вы снимете даже около 4 штук с куста, то есть это будет довольно высокая урожайность, потому что средний вес, если брать по люмосу, мы говорим, что у него 260-280, но... 0, да, сейчас вот ставлю, и мы получаем 300, я не вижу, 328, ну, то есть, даже если самую маленькую перчинку поставить, то все равно будет 324. Вот. В среднем 260 грамм за сезон выращивания вы получаете средний размер одного плода. По самому размеру, то есть, обычно это от 9 в диаметре и 11 сантиметров в длину. А толщина стен? Толщина, сейчас покажу. А густота? Вот по Сашу. Саша, сколько густота? 50 тысяч на гектаре. То есть, а на всем, на всем. Одинаково, Саша. Раньше было 45, Саша, да, в этом году немножко увеличили. Если посмотреть на саму Еклу, да, вот в биологической, в технической спелости, то есть, такой вот темно-зеленый, потом переходящий в такой вот темный цвет, и потом становится такой вот цвет огнилой вишни, такого вот ярко-красного цвета, который очень и очень популярен на рынке. Если посмотреть на размер, он вроде бы кажется, что меньше, чем Люмос, но, в принципе, по весу также получается 295, 299, то есть, 300 грамм. В среднем за сезон вы должны получить около 180-200 грамм средний вес одного плода. По стенке, ну, я не знаю, тут говорить, не говорить, то есть, вот такой вот получается толщины стенка. И здесь вот такая. То есть, по плотности перец довольно плотный, то есть, вот, несмотря там разное, да, он хорошо выполнен, то есть, есть, можно его в мешки, либо в ящики, ну, вообще-то, тара для такого перца лучше, он смотрится в ящике, но так абсолютно нормально транспортируется и хранится. По срокам вегетации, Люмос будет немножко раньше, это около 75-80 дней, Екла будет чуть-чуть позже, 75-80 дней. Все? Вопросов нету? Есть. А сколько цена приблизительно будет этого перца? Они в регистрацию должны у нас вступить в январе-феврале 17-го года. Я вам скажу, что это будет, ну, плюс-минус Геркулес, но скорее плюс, но небольшой. Ну, небольшой. Потому что у нас, ну, тут сейчас не представлен Геркулес, да, но были у нас подобные гибриды, мы там по ряду-ряду разных показателей, это было немножко выше. Второй момент, эти гибриды абсолютно по-другому выглядят в закрытом грунте, да, там просто картина, вот все заходят и говорят вау. Вот тот ящик, который стоит у нас по центру на выставке, вот там, где микс этого-этого большой, это вот как раз закрытого грунта, это седьмая-восьмая уже выборка. То есть это не говорим, как здесь там первые плоды, да? Это уже, то есть там на таком вот уровне его собирают. Но вы видите, что довольно хорошее качество, и даже если там вот по размеру он меньше, мы вот тоже ставили весы, весили такой плод, и чуть поменьше плод практически тот же вес у него получался. Он как-то меньше, но у него стенка получалась более толще, да. То есть по весу там минус 5-10 грамм было. Большой разницы в нем не было. Поэтому в этом плане, да, может быть немножко будет для открытого грунта дороговато, но для закрытого грунта это, да. То есть у нас есть очень хорошие показатели по Одесской области в теплицах и Каменко-Днепровский район. То есть там, где сейчас это будет идти на замену минтусу. Знаете, да, что минтус у нас был очень популярен в теплицах. Там практически высадили весной, и до самой осени он себе плодоносил с минимальным каким-то там уходом. Его не надо было формировать тоже. Просто подвязка и перец себе рос. Ну, минтус, как вы знаете, у нас в этом году последний год в продаже. В дальнейшем его не будет, и это будет вот замена. То есть более, такая, скажем, уже качественная. Поэтому цена будет, ну, вы меня поняли. Спасибо за внимание! С вами был ваш супермаркет Семян. Подписывайтесь на наш канал и ставьте лайки.